С этого года в России ввели единый налоговый счет. Это новый способ уплаты налогов. Подробнее о нем рассказала заместитель начальника Межрайонной инспекции номер 24 ФНС России по Новосибирской области Елена Перемитина. Елена Анатольевна, расскажите, что такое единый налоговый счет? Единый налоговый счет – это новый способ оплаты налогов, который касается абсолютно всех налогоплательщиков, как физических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. Эта система уплаты налогов действует с 1 января 2023 года. Она подразумевает уплату налогов на единый счет, на единый КБК. Получателем средств является управление Федерального казначейства по Тульской области. Это не должно никого смучать. Через это казначейство проходят платежи по всем субъектам Российской Федерации. Но если налогоплательщик правильно указал свой НН, платежи попадут по назначению. Преимущество применения системы единого налогового счета – это единый срок уплаты и единый срок представления отчетности по всем видам налогов. Кроме того, при применении единого налогового счета будут исключены ситуации, когда при наличии недоимки по одним налогам, а переплаты по другим налогам, например, у плательщика возникало пение. Сейчас пение считается только с учетом состояния единого налогового счета суммарно по всем налогам, по единому сальдо. Как работает единый налоговый счет? Все платежи, которые перечисляются налогоплательщикам в рамках единого налогового платежа, попадают в единый кошелек. И затем оттуда распределяются по налогам в зависимости от имеющихся налоговых обязанностей. Налоговые обязанности определяются на основании деклараций, которые предоставляют налогоплательщики, либо налоговых уведомлений, которые сдаются, если срок уплаты раньше, чем срок представления декларации. То есть как только возникает налоговая обязанность по какому-то сроку, из этого единого налогового счета закрывается при наличии положительного сальдо вот эта налоговая обязанность. Если по единому налоговому счету сальдо отрицательное, то есть поступивших денежных средств не хватает для закрытия всех налоговых обязанностей, у плательщика возникает недоимка, и тогда к нему начинают применяться меры принудительного взыскания. Если после уплаты налогов на счету остались средства, куда они идут, и может ли налогоплательщик их вернуть? Можно. Если у плательщика положительная сальда, переплата, то есть сальда по единому налоговому счету положительная, плательщик может распорядиться им по своему усмотрению, в том числе вернуть на свой расчетный счет по заявлению.